всем привет с вами михаил маркин закончилось 8 марта все получили свою порцию свежих тюльпанов и пришло время поговорить о новостях на канале и о тюльпанах парфюмерных новость номер один я сейчас буду проводить розыгрыш 12 на 12 пробников бренда arabian wind из моего недавнего обзора по ссылочке вот все эти пробники будут разыграны одним таким большим пакетом участнику который первое подписан на youtube канал второе подписан на мой телеграм-канал и в этом телеграм-канале примет участие в розыгрыше подробная инструкция будет соответственно лежать в новостях в телеграм канале кому не понятно там же в телеграм-канале можете написать в личку все объясню расскажу и на выходных мы проведем розыгрыш рандомайзером опять же напоминаю два основных фактора подписка на youtube канал подписка на телеграм-канал в телеграм-канале будет розыгрыш тот кто выиграет эти пробники получит их от меня весь пакет совершенно бесплатно почтой в любую точку российской так сказать федерации вторая новость про которую хотел бы я сказать это наборы пробников тематические сеты и так далее в общем то я решил эту тему автоматизировать поэтому я на авито создал объявление ну точнее многие про него уже знают часть 5 я его переименовал в наборы пробников теперь там можно заказать по кнопке купить вообще безо всякого практически моего участия каким образом жмякайте кнопку купить оформляете заказ с авито доставкой и как бы на этом дело заканчивается там стоит цена 3000 в эту цену входит 6 любых пробников из перечня который там собственно перечислен для подписчиков телеграм-канала и youtube канала доступен промокод в описании по которому применив который вы можете получить эти пробники со скидкой соответственно если вы подписчик вы делаете достаточно просто если вам достаточно 6 пробников заходите на авито применяйте промокод у вас пробники становятся достаточно дешевыми пишите мне в личку какие номера ароматов вам нужны оформляйте доставку и всего если же вам нужно больше пробников или нужны какие-то отдельные условия доставки или хотя бы просто нужно эти пробники еще вам подобрать допустим вы не знаете какие ароматы вам нужны я тут тоже могу помочь но соответственно пишите мне все в чат и оформляете заказ таким образом скидка для подписчиков становится теперь постоянной не нужно ждать каких-то памятных дат и так далее они доступны эти скидки так сказать всегда и для подписчиков опять же бесплатная доставка в итоге эти парфюмы эти отливанты будут стоить я думаю что в принципе существенно дешевле чем у распиваторов на авито и у вас будет отличная возможность ознакомиться с действительно редкими ароматами которые я собрал свою личную коллекцию и опять же я могу вам помочь эти ароматы подобрать напишите мне критерии что нравится что не нравится и я вам это все подберу ну и переходя плавно к разговору тюльпанах сегодня краткий затест мадж де беккали зеряб вот так она выглядит вот так она выглядит внутри что из себя представляет зеряб честно говоря это не тот аромат сразу скажу который стоило бы подарить любительницы тюльпанов дарить его нужно с крайней осторожности меня заинтересовало здесь сочетание удость с тюльпанами на фраге пишут что там свежие листья стебли там не знаю корневища луковицы и так далее что мы у красиво красивый тюльпан и вместе с тем кто-то пишет что мол это какая-то хрень собачья я его попробовал даже немного поносил вкратце по нотам но я кстати купил себе пробник и это хорошо потому что хоть у меня есть продажа новый полный флакон но пожалуй что я бы с ним попал в просак что здесь у нас по нотам тюльпана уд шафран атлаский кедр амбра ваниль такой вот цене замысловатый состав и который сразу вызывает вопросы как сочетается уд с тюльпанами еще и до кучи с ванилью как-то это совсем три разных направления отвечаю когда я его нанес первым делом я почувствую сильнейшее удивление потому что он пахнет мокрыми холодными цветочками тюльпана именно цветами немножко испачканными землей но при всем при этом параллельно лежит совершенно такой навозный дикий ут что называется скотный довольно необычное сочетание поэтому те кто дарит его как аромат тюльпана и более ничего рискует попасть в поскольку моя девушка которая любит эти самые тюльпаны она пришла в жесточайшее удивление от его запаха поскольку он и действительно тюльпан густо замешанный с коровыми лепешками прикольное нишевое необычное сочетание но откровенно говоря насильного любителя но самая главная фишка что через час пропадают и тюльпаны и навоз и аромат превращается в такую какую-то знаете ли квази морскую акватику очень похоже на аромат лейбл соль и цикламен он такой становится сахарно-водянистый немножко цветочный и ничего общего с тем что было вначале практически не имеет он же пристает пахнуть стеблями он пристает пахнуть удом и превращается в какую-то совершенно сложно представимую по нотам структуру такую квази акватику сахарную даже может быть немножко мармеладную но по вкусу похоже как будто мармелад из морской воды сочетание очень необычное и кстати вот эта вот мармеладка из соленой воды она кстати ощущается мной как чисто такая женская история в чем-то даже в духе морских ароматов медитороса и получается довольно забавно то есть не во первых удивительно как им удалось сделать так чтобы уд продержался так мало обычно уж это очень сильная нота и тем более здесь на старте уд был такой довольно навозный насыщенный классный как удалось сделать так что он через час исчезает без следа мне конечно непонятно ну и конечно удивляет то что здесь в одном аромате спрятана как бы сразу два аромата причем вот эти две половины они по сути меж собой слабо сочетаются то есть скорее всего если он нравится первая половина то не понравится 2 а если вам нравится вторая половина то скорее всего вот как случае с моей девушкой не понравится первая половина как с этим быть категорически непонятно но факт остается фактом поэтому даже не знаю как его никому порекомендовать аромат конечно интересный он действительно нишевый действительно имеет необычные фишки в нем действительно есть тюльпана в нем интереснейшая игра но что с этим делать совершенно непонятно скажите мне в комментах имеет ли место быть такой аромат вашей коллекции кто его пробовал кто что о нем думает вот он довольно быстро снят с продажи насколько я знаю и сейчас эту же снятость если кому-то нужно его у меня можно конечно купить флаконом но нужен ли он кому-то кажется что вот этот товарищ я снят с продаж и не из-за того что его захотели сделать каким-то редким и это тип не то чтобы винтаж попросту это не уловимый джо который не оказался оказался никому не нужным а если вы хотите цветочный аромат рекомендую накопить денег на профундис сержа лютанца но конечно стоит дорого но он того стоит женский амуаж миф тоже прикольная вариация на тему цветов холодных амуаж рефлекшен женский опять же но он такой довольно холодный прохладники а вот в качестве унисекс цветов беспроигрышный вариант бафорт фатом ви вот он довольно интересный кстати относительно в общем-то бюджетный пахнет холодными стеблями цветов как цветочном магазине в холодильном отделении плюс изрядная доза жирненькой такой солоноватой земли вот как то так на этот аромат я конечно флаконивать не стану за первую фазу я бы мог его флаконить но вот первая фаза дольше часа не держится но даже бог с ним что она не держится если бы она вовсе если бы аромат вовсе бы держался один час я бы еще подумал покупкой но потом становится акватическим мармеладным и это мне но немножко не мое направление что потом буду каждый раз бегать смывать его что ли вот на этом все надеюсь вам было интересно участвуйте в розыгрыше покупаете набору пробников берите только интересные ароматы и почаще оставляйте комменты я люблю на них отвечать всего хорошего всем пока пока